В 2023 году исполнилось 85 лет Самарскому региональному отделению Всероссийского союза художников, который возглавляет Дмитрий Мантров. Союз художников стоит на позиции сохранения традиции русского реалистического искусства. Это развитие тех способностей врожденных, которые даны талантливой молодежи. Сейчас привлекаем проект Начало, например, для раскрытия и привлечения талантливых художников молодых. Врожденные способности, графика скульптора, художника. Ведь это как баритон, как тенор. Его не купишь в магазине, его не натренируешь в фитнес-зале. Либо Богом дано, либо нет. И наша задача выявлять таких людей, их включать в поле своего зрения, помогать им развиваться. И у нас масса проектов рассчитана именно на то, чтобы стимулировать художественное сообщество, мотивировать к творчеству и зрелых художников, и молодежь. И, конечно, лучших из лучших приглашать в нашу организацию, выделять им мастерские, которые вот наша власть поддерживает в этом плане, льготными какими-то условиями. Вот этим мы и занимаемся. Я хочу заметить и Дмитрия Юрьевича, как художники, насколько он растет, набирает обороты. При том, что ему сейчас действительно не сладко, это очень серьезная ноша быть председателем союза художников. Это решение очень важных, значимых проблем. Это надо прокладывать новые пути для союза, чтобы он шел вперед. И при этом не потерять в себе художника. И вот, мне кажется, он совершенно удачно справляется с той задачей, которую он ставит перед собой и перед союзом. Это в первую очередь консолидация союза. Я вижу, как меняются выставки, насколько оживился сам выставочный зал союза художников, какие интересные темы. В честь юбилея в Самаре прошли две выставки. Одна из них в зале союза художников, где кроме живописи были представлены работы в графике, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Вторая экспозиция расположилась в Самарском областном краеведческом музее имени Петра Алабина. Чем она уникальна? Уникальна своей ретроспективностью. Здесь большое количество работ, представленные из коллекций частных лиц, частных коллекционеров. Эти работы потом тяжело будет в ценительном искусстве где-то видеть вживую. Здесь есть в том числе и скульптура, и резьба под дерево, и какие-то арт-объекты даже. В основном это живопись. Живопись различных тоже ипостасек в своих различных жанрах. Это и натюрморт, портрет, и какие-то композиции станковые, пленерная живопись, сюжетные, портретные, многофигурные. В общем, все разнообразие живописной техники, живописных жанров на этой экспозиции можно найти. И авторы не только ушедшие, но и современные, и молодые, и разного возраста, и тем она интересна, что Союз художников это собрание не только признанных деятелей искусства, но и единомышленных людей творческих. В экспозиции представлены эти художники, которые работают в храмах, расписывают. Даже есть вот Елена Старук, у нее своя иконописная школа, здесь представлены вот ее иконы. И на самом деле Союз художников, как Союз профессионалов, это кузница кадров для росписи храма нашего региона. художники, многие работают в этом направлении. Картины самого Дмитрия Юрьевича очень ценятся. Но путь его к творчеству был необычным. Рядом с отделом медленственной охраны промышленный район, где я работал милиционером группы задержания, располагалась мастерская скульптур Куклева Александра Константиновича. Он любил к нам подойти, поговорить, когда мы после развода, вооружившись, бронежилетами, автоматами, выходили перед тем, как разъехаться по маршрутам по своим. И как-то я ему пожаловался, что с детства рисовал в черновиках, и вот что-то немножко в армии, там с тем газеты какие-то. А с годами все это стало уходить. Так иногда ночью проснешься, там руки зудят карандашом что-то поширкать в свое удовольствие. Но с годами все это все меньше и меньше затухает. И он меня пригласил к себе в мастерскую и такую мысль высказал, что ты себя не чувствуешь вот внутренне как-то немножко предателем. Тебе говорят, вот много людей не умеет рисовать, они завидуют тем, у кого есть такие вот какие-то способности. А вот тебе как богом дано, а ты это никак не развиваешь. Я тут понял, что да, внутри есть какой-то диссонанс такой внутренний. Я пошел в школу номер один имени Зингера в вечерние классы к Булгаку Валерию Владимировичу. Он сумел привить мне любовь к живописи, особенно к живописи на пленэре, пленэрной этюдам, пленэрной картине. Однажды я все бросил, мне до пенсии там оставалось 12 лет, уволился и поступил на дневное отделение факультета изоид ДПИ изобразительного декоративного прикладного искусства в педагогическом университете. Ну, сбегая вперед, скажу, что учился с огромным удовольствием, выяснил, что я гуманитарий, психология, история, педагогика, с таким удовольствием, вы не поверите, что закончил с красным дипломом в 33 года. Ну, и с тех пор, в общем-то, занимаясь свободным творчеством, выбрал путь вот такого самореализации, саморазвития. Дмитрий Юрьевич щедро делится творческими секретами со взрослыми и с детворой. Проводят мастер-классы для регионального отделения Всероссийской общественной организации помощи детям-инвалидам. Особая дружба сложилась и с благотворительным фондом «Источник веры», который помогает семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с ДЦП. Основной вот такой детский рисунок, где вот на мой взгляд происходит главный даже не результат, не сам рисунок, а есть в педагогике такой феномен многогранный, он называется совместная деятельность. Это когда ребенок со своими родителями занимается какой-то деятельностью, неважно какой, главное, что они вместе. С первого самого мастер-класса и мамы, и дети нашли с ним общий язык. Дима, он же настолько позитивный, все мастер-классы с ним происходят очень весело, зажигательно, у нас всегда какие-то веселые с ним картины. Человек, он уникальный, вот, то есть он очень проникся к нам, к нашему проекту «Души цвета» покажем, ну, в общем-то, с ним писать картины одно удовольствие. естественно, это детям, это же правополушарм рисование, которое детям дает развитие. Мастер-классы, они вообще очень нужны, они нужны, потому что это выход из изоляции, выход из изоляции, мы здесь встречаемся, общаемся, в общем-то, и любая написанная картина ребенком, вы не представляете, какой восторг у них вызывает, то есть они это могут сами, они, в общем-то, показывают себя, туши свои цвета, и все знают, что в нашем фонде идет сейчас ремонт, и опять-таки Дмитрий Юрьевич самый первый, кто оказал нам помощь, он дал свои картины, мы эти картины, в общем-то, предложили людям, и люди приобрели его картины, а все средства пошли на ремонт. Работа Дмитрия Юрьевича очень ценится, но мы, естественно, ценим заботу о себе, его внимание, его помощь, мы ему очень благодарны. Союз художников России поддерживает полк в Лисичанске. Наше Самарское отделение присоединилось к акции и при поддержке Министерства культуры провело аукцион вместе с Общественным социально-культурным фондом «Звезда и Лира» в колонном зале областного театра оперы и балета. Звезда Лира закупает материалы, оборудование, обмонтирование, спецсредства для нашей бригады, нашей армии Самарской, которая находится в зоне СВО. А какую-то часть выделили для закупки оборудования, спецсредства для полка, который поддерживает вся российская организация. И недавно в торжественной обстановке в Самарской губернатской думе в присутствии председателя губернатской думы Котельникова Геннадия Петровича обменялись благодарственными грамотами. В том числе командование полка прислало грамоты с благодарностью в адрес Союза художников Самарского региона отделения. И фонда «Звезда и Лира» с художниками было собрано беспрецедентное для таких акций количество работ. Это 48. Была выручена приличная сумма. Все это будет продолжение. Все художники и фонд «Звезда и Лира» хотят в декабре проводить еще один аукцион, потому что осталось немало, просто по времени не успевали, немало непроданных работ. И сейчас еще художники несут. И тольяттинцы подключились в местное отделение. Тут опять будет большое количество работ. Будет такая акция проведена, потому что помочь ребятам выжить, особенно сейчас в условиях надвигающихся зимы. Художники у нас многие поддержали эту акцию. У Дмитрия Юрьевича есть работы в графике, в символической живописи и даже в сюрреализме. Это картины, которые погружают зрителя во внутренний мир художника. Но самое любимое это работа на пленэре. С момента, когда избрали председателя, не было возможности участвовать в выездных каких-то проектах, потому что нужно было здесь наложить работу. И к тому же мы немало пленэрные какие-то проекты здесь сами осуществляли, сюда людей приглашали, и я как-то курируя участвовал в них. Ну вот, первый раз за два года выбрался по приглашению моего старинного друга, это Шлиюк Анатолий, председателя Оренбургского регионального отделения. Пленэр проходил в сентябре в двух локациях, это в самом городе Оренбург и в Бузулукском бару Оренбургской области. Я очень люблю те места, неоднократно там бывал, представляя Самару на этих проектах. Работа, которую хочу вам представить, как раз ей буквально недели три назад написано. Октябрь на излете. Хотелось передать и краски октября, и состояние, вот это свинцовое фиолетовое небо, и в то же время, вот то время, которое очень многим ложится на душу, упрелым запахом листьев, своими яркими какими-то красками, ну и плюс для какого-то создания душевного состояния в картине это старый домик, там печная труба, дымок, как-то отсылает людей к какому-то уюту, хотя на самом деле на этом месте стоял особняк Новый Руссков, совершенно безобразный, но художники, они же волшебники, мы двигаем горы, переставляем деревья, можем поменять особняк Новый Руссков на такое вот Позьмо, как это называется, но что было сделано. Мне кажется, вот состояние поздней осени, какие-то остатки золотой осени удалось передать. В окрестностях притекает там река Боровка, она задает как-то своим присутствием тон всему, вот места просто волшебные. Часто задаются таким вопросом, существует ли Самарская школа живописи, существует ли что-то вот превалирующее, и для меня этот вопрос однозначен, конечно, самое такое доминирующее может быть в жанрах и в том, что на полотнах самарских живописцев это природа, потому что я считаю, что Божьей милости нам дано как-то жить в одном из самых уникальных мест на планете. Это действительно так, Самарская лука, Жигулевские горы, они настолько уникальны, что об этом немало написано, и возвращаясь даже из-за границы, из-за каких-то проектов, там, в Индии, там, во Франции, в Италии, пролетая над этой потрясающей местностью, думаешь, все-таки дома лучше, и действительно место одно из самых уникальных буквально в мире, вот на земле. И быть художником в таком прекрасном месте, в таких чудесных пейзажах, и не быть пейзажистом, это, конечно, я считаю, нонсенс, и, может быть, даже дед-предательство по отношению к своей малой родине. И, конечно же, наша любимая Волга, наша «Жигули», и я и на зимнюю рыбалку бывает, выхожу с этюдами, там, и с этюдником, и летом у нас есть излюбленные места на островах, вот я рассказываю, что остров Сосновенький, напротив Зольного, где лагерь тольятинских художников, мы не бываем в гостях, и там была написана эта работа, к которой я отношу не к тому, что называется пленерные этюды, то есть, такой материал, набросок для большой картины, а к тому явлению, которое называется пленерной картиной. Собственно, художники, которые приглашаются на какие-то проекты пленерные, они стараются именно делать законченные композиции, большие, там, желательно наполненные смыслом, какой-то историей. Здесь, помимо просто самого пейзажа, Волги, остров, солнце, вот этого состояния какого-то, я добавил фигурку девушки, она смотрит на парящих чаек, на птиц, и назвал эту работу «Свободные птицы». То есть, девушка размышляет, и я призываю зрителей размышлять на тему, у каждой свободы есть цена, нужно ли это на самом деле человеку, и что такое свобода. Может быть, на самом деле свобода может в любой момент и тюрьмой обернуться, и зависимость, от каких-то вещей. И человек хочет, может быть, иногда быть свободным от веры в Бога, заменяя его деньгами, думая о них, молясь на них каждый день. Работа на пленэре несет в себе духовную, сакральную составляющую. Иногда через переживания, через эмоции, которые вызывают окружающую красоту, которая меняется каждую секунду. Приходишь в какое-то состояние, его можно назвать расширенным состоянием сознания, когда ты начинаешь ощущать, что ты здесь не один, и более того, что тебе буквально помогает в этой работе, и какие-то мысли даже надмирные начинают посещать, на свою жизнь смотришь, как с высоты птичьего полета как-то в целом. Иногда думаешь, что красота окружающего мира, вот эта вот ежесекундно изменяющаяся, такая восхищающаяся человека, который отдается вот этому созерцанию, она всего лишь повод, она всего лишь повод для того, чтобы задуматься, она декорация, повод задуматься над той первородной причиной, которая пребывая в непрерывной любви, нам дарит это все ежесекундным, ежедневным подарком. И работа на пленэре, она вот иногда приводит художника вот к таким вот вещам, размышлениям, ощущениям, за что я очень люблю повод задуматься над тем, кто творит это все, что он есть в конце концов, и поблагодарить его за это все. Эта картина была написана в рамках пленэра имени Ильи Ефимовича Репина, который Самарское отделение Союза художников провело в этом году уже во второй раз. Это одно из таких событий, ключевых для наших организаций, про которые Министерство культуры области сказал, мы хотим видеть это событие ежегодно, поддерживают финансово. Это всероссийский пленэр, на первом пленэре, который был проведен на гранд губернатора, были три художника из Донецка и три художника из Крыма. В этом году художница из Луганска у нас была, стараемся их поддерживать. Ну, привлекли меня вот ульи с пчелками, тут на переднем плане шалфей, это разгар лета, конец июля, разнотравие такое, наши вот на Жигулевские горы, за ними Волга где-то там ощущается. И ощущение лета, ощущение вот этого какого-то немножко уникальности происходящего. Я назвал работу заповедный мед, мед, то есть это мед не просто такой, а собранный в сердце заповедник в таком уникальном месте. И она прошла выставку на Большую Волгу, поучаствовала Юж-Королеву в этом году, и ее отобрали для участия в Всероссийской выставке, которая будет организована в Москве в январе 24-го года. Дмитрий Мантров это художник, который ходит в присутствии Божьем. И в меру отпущенному свыше он открывает ту красоту, формулу красоты, которую постигает и дарит ее ближним. Он прекрасно знает, кто его ближний, он неравнодушен к нему, он дарит ему трепет своего сердца. Вот эта радость открытия он переносит на холст и открывает ее людям. Во время съемок в выставочный зал Союза художников пришел Сергей Цыганков, директор школы, которому Дмитрий Юрьевич подарил две своих работы. Я работал в школе 88, теперь гимназия номер 2, в которой хранится приличное количество подлинников Валентина Пурыгина. Я видел, как живопись действует на детей. Я не могу сказать, что, конечно же, отпетый хулиган становится отличником, там все такое, но тем не менее, красота, она не проходит бесследно. Это отражение неба, это отражение неба, а живая картина, это движение души художника, то, что мы с ним познакомились, то, что он подарил нам эти картины, это все не случайно, это знак Господня, знак Божия. Я думаю, что сегодня Дмитрий Юрьевич положил начало живописной коллекции школы номер 123. Умение писать иконы еще одна способность, которой щедро одарил Господь Дмитрия Мантрова. Сейчас он работает при храме Казанской иконы Божией Матери, что находится в поселке Мехзавод, расписывает храм. Но об этом мы расскажем уже в следующей программе. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok